Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Роспотребнадзор рекомендовал продлить антиковидные ограничения в Самарской области. Их планируют ввести после окончания нерабочих дней, которые завершатся 7 ноября. В Самарской области наращивают коечный фонд в ковидных госпиталях. Под больных коронавирусом планируют отвезти еще 371 койку. Увеличить количество проверок промышленных предприятий. Какие еще решения были приняты на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса? За сутки в Самарской области зафиксировали еще 1547 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из-за роста количества заболевших Роспотребнадзор рекомендовал продлить антиковидные ограничения в Самарской области уже после окончания режима нерабочих дней. Какие еще решения были приняты, расскажем далее. За неделю заболеваемость коронавирусом в Самарской области выросла на 38%. Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольшие среди детей и среди пенсионеров. В связи с этим областные власти ужесточили режим самоизоляции. Дома должны находиться все непривитые жители региона старше 60 лет. Раньше норма распространялась на людей старше 65. Исключения составляют случаи, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также можно вынести мусор в иголите домашних животных. Работодатели должны отправить на дистанционный режим работы всех невакцинированных сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди пенсионеров уровень заболеваемости существенно вырос на треть за последнюю неделю. При том, что доля людей пенсионного возраста среди заболевших – это 25,4%. То есть это по-прежнему основная группа риска. В структуре заболевших в процентном соотношении увеличилась доля работников офисов, банков, торговли продовольственными товарами, здравоохранения, образования, транспорта, промышленных предприятий. Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней и расширить перечень учреждений, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании. Ограничительные меры в отношении хозяйствующих субъектов – это вынужденные меры. Коллеги, они нас тоже очень тревожат. Уже с 1 ноября принимаются заявки на получение государственной поддержки для работников пострадавших отраслей. С 15 ноября будут доступны, уже будут осуществляться фактические выплаты грантов, будут предоставляться кредиты под годную ставку. Стабилизировалась хотя и на высоких цифрах ситуация по общему количеству амбулаторных пациентов. В ковидный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю, таким образом он составит 8580 мест. Это более 40% всего коечного фонда Самарской области, отметил министр здравоохранения региона Армен Бинян. 19% в стационарах – тяжелые и крайне тяжелые больные, а подавляющее большинство – 70% средней тяжести. Почти 60% пациентов – на кислороде. Первый вице-губернатор поручил заранее прогнозировать сроки поставки кислорода в регион, чтобы в случае каких-то задержек можно было оперативно заменить поставщика. Светлана Кудрявцева, События. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на промышленных предприятиях Самары будут проверять тщательнее. Сотрудники производств чаще других заболевают коронавирусом. Цифры обсуждали сегодня на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Об этом подробнее в сюжете. Самара сейчас занимает третье место в области по количеству заболевших на 100 тысяч человек. Чаще заболевают только в Отрадном и Новокуйбышевске. По структуре течения болезни – бессимптомная, легкая, средняя или тяжелая. Цифры практически не изменились. 39% или 2250 человек, у которых определена средняя тяжесть клинических проявлений, легкая форма диагностируется у 33% или 1272 заболевших, и бессимптомное течение отмечено у 75 человек, 2% от числа заболевших. Эта цифра также в течение октября практически не изменилась. Среди заболевших в Самаре стало меньше сотрудников сферы образования и торговли, благодаря введенным ограничениям. А доля работников промышленных предприятий, которые продолжают деятельность, увеличилась. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса поручила руководителям департаментов и главам районов проводить более активную работу. Давайте вернемся к проверкам промышленных предприятий. Владислав Хронович, надо еще раз написать информационные письма всем руководителям, во всяком случае тем предприятиям, которых мы с вами мониторим, 169. И, конечно, надо организовывать выезды с проверками входного контроля. Районы администрации продолжают контролировать амбулаторных пациентов с коронавирусом. Их сейчас в Самаре более 7,5 тысяч. Не прекращаются и проверки соблюдения масочного режима и других санитарных требований в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, в офисных центрах и отделениях банков. Кроме того, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Период нерабочих дней – самое подходящее время для прививки от COVID-19. Министерство здравоохранения Самарской области запустило акцию «Единый день вакцинации». Сегодня в Самаре на базе областной библиотеки работают 25 мобильных прививочных бригад. 3 ноября эстафету принят Тольятти. Тема продолжит Ольга Хомракулова. Пушкин, Лермонтов и Гоголь рекомендуют. На базе Самарской областной библиотеки открылся масштабный пункт вакцинации от COVID-19. Работают 25 мобильных медбригад. Прививают вакцины «Спутник В» и «Эпиваккорона». Самый культурный в городе пункт вакцинации работает с 8 утра и до 8 вечера. В первой половине дня средний трафик желающих привиться достигал 100 человек в час. Все они смогут прийти в библиотеку и за вторым компонентом. Это не поликлиника, это общественное место с удобным расположением в центре города. И внутренняя его инфраструктура и логистика позволяют выполнить быстро, качественно вакцинацию. Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Знаете, можно по-разному, конечно, относиться к вакцинации. И я знаю, что наш мир разделился как бы на две составляющие части. Верит – не верит. Нужно – не нужно. Но однажды, побывав в шкуре больного, я пришел к мысли, что, знаете, все-таки надо это сделать. Сейчас все больше и больше людей становятся настроены делать вакцину, потому что хочется участвовать во всякой активной студенческой жизни. Принцип проведения вакцинации в библиотеке ничем не отличается от поликлинического. Имеется у медиков и весь необходимый инвентарь. Почему выбрали такой формат? Потому что многие пациенты опасаются идти в поликлинику. Мы осматриваем пациентов на предмет допуска к прививке, то есть оценим состояние его здоровья. Помогут сориентироваться на месте и все объяснят волонтеры. Люди видят, и молодежь, что много ограничительных мероприятий, которые необходимо соблюдать. И чем быстрее мы, скажем так, пройдем все массовые вакцинации, выработается коллективный иммунитет, это нам позволит прийти в привычный ритм работы. Эстафету по масштабной вакцинации 3 ноября примет Тольятти. С 8 утра и до 6 вечера по адресу Юбилейная 8. При этом в регионе продолжают работу 167 прививочных пунктов, в том числе 9 круглосуточных. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Борьба с распространением инфекции идет на всех фронтах. Ежедневно салоны самарских маршруток тоже проходят санитарную обработку. Перед выходом на линию каждое авто подвергается тщательной дезинфекции спецсредствами, одобренными Роспотребнадзором. Гульфия Сафина сегодня утром вместе с контролирующей группой оценила, насколько добросовестно исполняются перевозчиками указания городского оперштаба. Каждый день путь водителя маршрутного такси Дмитрия Яичкина лежит от заводского шоссе до санатория Самарский. Протяженность не самая большая, оценивает Дмитрий. Но на любом маршруте пренебрегать санитарными нормами нельзя, особенно в разгар пандемии. При себе у водителя всегда защитные маски и дезинфицирующие салфетки. На конечной остановке обязательная обработка тех мест в салоне, к которым прикасаются пассажиры. Мы проходим, у нас есть в машине наборы, санитайзеры. Мы обрабатываем поручи и места контактов рук пассажиров. С особой тщательностью салон обрабатывают до и после рабочего дня. Допускаются только растворы, одобренные Роспотребнадзором. В их составе нет вредных для здоровья веществ, при этом для вирусов и бактерий, а не настоящая угроза. В условиях непростой эпидобстановки компаниям-перевозчикам пришлось взять на себя безопасность своих пассажиров. Для водителя закупаем маски, перчатки, влажные салфетки. Также держим в автобусах всегда запас, чтобы пассажиры в случае, если у него нет своих средств защиты, водитель также мог выдать. Расходы, конечно, как организация мы несем, но, как говорится, главное здоровье и безопасность пассажиров, которых мы перевозим. На площадке на улице Авроры организована обработка салонов. Ее проходит каждая машина, начиная с 4 утра. Параллельно у водителя медосмотр, а механик проверяет транспортное средство перед сменой. Санитарные нормы для работы перевозчиков, рекомендованные городским оперштабом, сегодня на особом контроле администрации города. В ежедневном режиме они тоже информируют о том, что проведена обработка подвижного состава. Ну и плюс вот такие вот выезды мы практикуем, чтобы посмотреть, на самом деле это производится, такие мероприятия. Это касается всех видов и автобусов, и трамваев, и троллейбусов, и маршрутных такси. И в сложившихся условиях эта мера как никогда актуальная, потому что все мы знаем ту статистику, которая нас не радует. Усиленные меры в городе будут сохраняться до изменения эпидемической ситуации и решения оперативного штаба по их снятию. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Вход строго с предоставлением QR-кода. Новые требования для посетителей торговых центров действуют в регионе с 25 октября. Вести деятельность в режиме офлайн временно могут лишь магазины, в прайсе которых не менее 30% товаров первой необходимости. Нарушителям грозит штраф. А за исполнением постановления губернатора в городе ведется строгий контроль. Тему продолжат наши корреспонденты. Без сертификата о вакцинации шоппинг без границ теперь возможен только в виртуальном мире. Пройти в торговые центры Самары площадью более 2000 квадратных метров можно лишь по QR-коду или справке о перенесенном заболевании. Исполнение постановления губернатора проверяют регулярно в ходе рейдов с участием работников районных администраций. QR-коды, которые проверяются через программу, что он достоверный, предоставляется удостоверение личности, подтвердающее, что этот гражданин является тем самым лицом. Есть понимание со стороны населения, есть, конечно, и негатив. Я думаю, для всех нас это очень неприятный момент. Но мы должны иметь гражданскую ответственность в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Нам нужно какое-то время, чтобы с ней побороться, чтобы затем у нас были какие-то послабления и дальше мы спокойно работали. Работать оффлайн сегодня могут только те магазины, в ассортименте которых не менее 30% товаров первой необходимости. Нарушение региональных мер грозит бизнесу штрафом до 300 тысяч рублей. В Самаре даже заработала горячая линия для жалоб. Ее номер вы видите на экране. Только за минувшую неделю в ходе рейда выявлено 8 фактов нарушений. У нас, так скажем, менее сознательно получились салоны красоты, ногтевые студии, которые не имеют права работать даже по записи. Такие случаи были. Мы выезжали в течение двух часов, объясняли, и эти парикмахерские закрывались. Понимаете, здесь речь идет о жизни и здоровье нашего населения. Поэтому нам крайне необходимо, чтобы вот эти ограничительные меры сейчас соблюдались. Особые условия и для предприятий общепита. Работать можно, но оставлять гостей пообедать в зале пока нет. Мы ограничили посадочные места. На данный момент мы не можем гостей разместить на посадку. Мы оградили всю ленту. И сейчас гости входят в один вход, выходят через другой вход, чтобы не было соприкосновения потоков. Но из масштабного мы еще предприняли целую компанию и сделали возможность доставки на дом для гостей. И также через мобильное приложение, чтобы было более доступно в плане нашего питания. Антиковидные условия работы потребрынка в регионе действуют в связи с тяжелой эпид-обстановкой. Это вынужденные меры, подчеркивают специалисты, которые будут сняты, как только статистика заболеваемости повернется вспять. Кульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Эфир продолжит рубрика «Новости экономики». Расскажет о них Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. Центробанк заявил, что оплата товаров и услуг в рассрочку лишает потребителей прав и гарантий. Что в связи с этим он намерен предпринять? Он планирует скорректировать правила продажи товаров, а пока рекомендовал кредиторам воздержаться от подобных услуг. Обо всем подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 3 ноября – 71 рубль 47 копеек. Евро – 82 рубля 95 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 84 доллара 71 цент за баррель. Центробанк задумался об ужесточении регулирования правил рассрочки. По мнению регулятора, практика оплаты товаров и услуг в рассрочку лишает потребителей важных прав и гарантий, а кредиторам не позволяет корректно оценить платежеспособность клиента. Центробанк решил скорректировать правила продажи товаров и услуг и до внедрения изменений рекомендовал профессиональным кредиторам воздерживаться от подобных услуг. Соответствующее письмо Банк России направил банкам, микрофинансовым организациям и ломбардам. Регулятор пояснил, что выявил случай усясти профессиональных кредиторов в предоставлении рассрочки по оплате товаров и услуг без заключения договоров потребительского кредита. В частности, в некоторых случаях продавцы сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а после передают права требования долга профессиональным кредиторам. Кроме того, регулятор зафиксировал практику, когда купленные клиентом товары оплачивают операторы сервисов рассрочки, аффилированные кредиторам. Минздрав России официально запретил продавать лекарства для лечения язвы желудка – ранитидин. Соответствующее решение приняла комиссия по формированию лекарственных перечней. Препарат ранее уже отозвали из оборота, в его составе нашли канцерогены. Кроме того, приостановлена продажа лекарств на основе ранитидина. Это около двух десятков наименований. Аналогичное решение приняли к наличию в аптеках жидкой формы парацетамола. До сих пор аптеки были обязаны иметь в наличии раствор для приема внутрь или суспензию. Но с жидким парацетамолом возникли проблемы. Из-за необходимости его перерегистрации поставки были прекращены. Теперь аптекам достаточно иметь парацетамол в жидком виде в детской дозировке. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Выполнение сезонных задач, связанных с подготовкой общественной территории к зимнему периоду, обсудили сегодня на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Его провел первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко. Руководители профильных подразделений отчитались о проделанной работе. Подготовка поливочных водопроводов, консервации к зимнему периоду, фонтаны мы уже законсервировали. Предприятия, те, которые занимаются содержанием уличной дорожной сети, общественных территорий, они у нас к зимнему периоду готовы в полном объеме. По паркам муниципальные предприятия также проводят работы по консервации. Техника также была представлена и на осмотре, по готовности к зимнему периоду. Комплектация шансовым инструментом, партированными материалами тоже обеспечена в достаточном количестве. Также вице-мэр поручил всем муниципальным предприятиям заранее готовить технику к эксплуатации зимой. Службы, ответственные за содержание уличной дорожной сети и общественных переходов, намерены встретить зиму во всеоружии. Напомним, содержанием самарских скверов, бульваров и аллей занимается муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». Закрепленная площадь для очистки от снега составляет более 380 тысяч квадратных метров. За состояние набережной отвечает муниципальное предприятие «Самарская набережная». Убираемая площадь территории – почти 81 тысяча квадратных метров. А муниципальное предприятие «Благоустройство» отвечает за порядок на автомобильных дорогах протяженностью 1035 километров. Сразу два рекорда за один день. За сутки на сайт телеканала «Самара ГИС» зашло более 30 тысяч новых пользователей. А за октябрь на сайте побывало более 55 тысяч уникальных посетителей. Число просмотренных ими страниц превысило 90 тысяч. Данные обновляются каждую минуту. Эти результаты стали лучшими с начала 2021 года. И на этом достижения, с которыми телеканал «Самара ГИС» встретил свое 14-летие, не заканчиваются. Подробности в нашем следующем сюжете. Масштабная перезагрузка в действии. Телеканал «Самара ГИС» успешно интегрировался в интернет. Мы расширили круг вещающих нас кабельных операторов. Теперь их 17. А онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и из любой точки мира через мобильное приложение на базе iOS и Android. Здесь действительно происходит историческая сенсация. По предварительным данным найдены остатки склепов, шахабалов. Свыше 50 образцов военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире. Девять новых программ. Телефон в студии 202-11-22. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В прямом эфире на все, даже самые неудобные вопросы зрителей отвечают врачи, психологи и психотерапевты. Сотрудники администрации отчитываются о проделанной работе в городе С. Заозащитники вещают в проекте «Хочу домой». С вашей помощью мы стараемся решить вопросы бездомных собак и кошек. Время спорта. Прокурор в теме. Информационно-аналитические специальные репортажи. Совет моего дома помогает решать коммунальные проблемы самарцев. Сфера ЖКХ – это сложная сфера. И только с помощью вашего канала мы сможем разъяснять жителям городского округа Самары все то, что происходит в этой сфере. Уникальный проект о людях, потерявших почти все, но научившихся жить с чистого листа. Обернитесь. Маёж ТВ – программа НС и Панченко с участием детей из детских домов помогает найти свое место в социуме после приюта, обрести профессию и поверить в себя. Проекты телеканала «Самары ГИС» регулярно занимают призовые места в различных творческих состязаниях. Мы неоднократные призеры премий губернатора. Из последних – сразу три победы в конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Очень хорошая программная политика, которая направлена на защиту интересов наших граждан. Я бы отметил, например, гуманистическую составляющую в этой политике. Канал этот, на мой взгляд, все время реагирует на вызовы времени нашего настоящего и стремится актуализировать свою программу. Накануне каждой знаковой даты, будь то День Победы или юбилей полета человека в космос, выходят специальные тематические программы или цикл передач. Именно здесь, на улице Пионерской, в одном из домов, и проживала семья Иосифа Сталина. Общая же глубина бункера составляет 37 метров, что примерно равняется 12-этажному зданию. Шопинг-гид – наш эксклюзивный путеводитель по онлайн-скидкам – один из самых востребованных продуктов в сети. «Самара ГИС» смело шагнул в интернет-пространстве. В этом информационном пространстве вы сейчас, в общем-то, в лидерах. И это очень приятно. Я поздравляю весь ваш коллектив и с этим тоже, поскольку вы к своему дню рождения пришли действительно с какими-то хорошими показателями. В 2021 году сайт «Самара ГИС» вошел в топ-10 рейтинга самых цитируемых самарских СМИ по версии федеральной компании «Медиалогия». Мы регулярно занимаем первые позиции в сюжетах «Яндекс.Новостей». Ежемесячно нас читают более 55 тысяч человек. Только в октябре число просмотренных страниц превысило 90 тысяч. На YouTube-канал «Самара ГИС» подписаны более 38 тысяч человек. Опубликованные видео собрали свыше 27 миллионов просмотров. Мы действительно видим, насколько растет зрительская аудитория. Насколько серьезно на сегодняшний момент вот эти взаимосвязи, работающие на синергию в целом проекта ГИС. Это взаимосвязи с социальными сетями, это взаимосвязи с другими нашими сообществами, которые обязательно приводят к тому, что зрительская аудитория растет. Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Как правило, мы первыми информируем жителей о том, что происходит в Самаре. Чрезвычайные происшествия, отставки и назначения в областном правительстве. Решение главы города. Телеканал «Самара ГИС» – один из главных источников городских новостей. Всегда оперативно на канале можно узнать самые актуальные события Самары. За последние два года заметна масштабная перезагрузка канала, успешная интеграция в интернет. Самая оперативная информация сразу появляется в социальных сетях. По охвату пользователей и суммарной аудитории телеканал является одним из безоговорочных лидеров среди телевизионных СМИ региона. Хочу поблагодарить всех сотрудников телеканала «Самара ГИС» за такое стремление к развитию и совершенствованию, за такие позитивные изменения и при этом неизменную оперативность и профессионализм. У нас действительно на сегодняшний день достаточно неплохие показатели, и теперь очень важно удержать эту достаточно высокую планку, которую мы сами себе поставили, и не останавливаться на достигнутом. Конечно, в планах дальнейшее развитие программной политики, освоение новых интернет-горизонтов, но и, крайне важно, создание максимально комфортных условий работы для нашей, я считаю, такой очень эффективной и крутой команды «Самара ГИС». Конечно, мы сейчас очень активно над этим работаем. Суммарная аудитория телеканала в социальных сетях – более 36,5 тысяч человек. Ежемесячно наши посты охватывают свыше полумиллиона пользователей. По этим показателям мы среди безоговорочных лидеров в регионе. Очень быстро, буквально через несколько десятков минут уже информация, вот настолько наслезается, уже информация есть. Вот с моей точки зрения это очень важно, это очень важно. То есть это объективная зарисовка, вот то, что происходит. Для слушающего, для смотрящего, вот это вот и надо, такую информацию. На протяжении последних лет наблюдается такой вот взрыв, просто взрыв активности этой телекомпании, с которой мы сотрудничали очень много лет, именно Нотариат Самарской области. С праздником вас, всем успехов, удачи и, самое главное, здоровья. В этом году телеканалу исполнилось 14 лет. «Самара ГИС» – твой проводник в новую реальность. Включись в жизнь города. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!